Всем привет дорогие друзья! С вами Андрей Хорев и это канал Футбол это жизнь. Сегодня мы начинаем вторую половину группового этапа и группа Е у нас сегодня на очереди. Итак, в состав этой группы входит наш московский Спартак, который впервые за 13 лет выиграл долгожданный трофей, Северия, Ливерпуль и Кайзер Чипс. Кайзер Чипс это южноафриканский клуб, находится в остальном мире, так как нету Мари Бора в FIFA 17. Ну что же, Северия против Чипс. Поехали, посмотрим. В таком же уровне примерно я выбрал команду, как и Мари Бор, которые способны сыграть нечего со Спартаком, мне кажется. Ну, вот сейчас они держатся на сухо пока что с Северии. Северия и Ливерпуль. Вот те две команды, которые я бы хотел видеть в плей-оффе. Бен Гидер сейчас забивает. А Спартак, скорее всего, будет в Лиге Европы. Но посмотрим, как все сложится. Так что вот он и прогноз. Но давайте все-таки я посаду на Ливерпуль, что он будет на первой строчке. Итак, домашний матч для Спартака. Посмотрим. Ребров сегодня в старте. Зелуиш. Каутиня уже на второй минуте отправляет в ворота Артема Реброва. Милнер желтая. Это первый матч долгожданный для Спартака в Лиге Чемпионов. Ещенко получает. Джон Зелуиш получает травму. Каутиня отправляет второй мяч в ворота московского Спартака. А на Нидзе уменьшает преимущество. И на этом, пожалуй, все. 2-1. Хороший матч. Спартак на третьей строчке, как я и говорил. Ну вот, Ливерпуль на первой строчке, Севилья на второй, Спартак на третий. Итак, изменяем все автоматически. Луис-Адриан теперь в старте. У Спартака это второй уже подряд матч дома. И посмотрим, как Спартак сыграет против Севилья. Севилья справилась три года подряд победителем Лиги Европы. И Гансу отправляет мяч в ворота. Спартака на 40-й минуте. Гансу второй мяч. Наверное, такая традиция. Два мяча пропускает от Спартака одного игрока противоположной команды. Будет ли гол от Спартака? 2-1. Снова второе поражение для Спартака. Итак, смотрим, как Ливерпуль дома на Эмфилде обыграет Чиз. Ну, или, может быть, какой-то другой будет результат. Ориджи. Да. Так, Малулека забивает первый гол за Чивс. Уменьшает преимущество небольшое у Ливерпуля. Ориджи делает хэд-трик. Отлично, друзья. 3-1. Хэд-трик Ориджи. Так, после второго тура Ливерпуль на первой строчке. Севилья на второй. Спартак на третий. Ну, все. Здесь уже, мне кажется, все. Спартаку остается только надеяться за Ливерпу. Ну, вот, настал этот матч. Севилья и Ливерпуль. Кто же сегодня потеряет очки? Может быть, это будет Севилья и Ливерпуль. Но посмотрим. Севилья играет дома. Ориджи забивает четвертый уже мяч. В этом турнире Адам Лолана получает серьезную травму. У меня друг слева. Клянь желтая. Никак пока что не показывает себя Севилья в первом тайме. Никаких замен тоже не делает. Вот, наконец-то пошли. Мариана получает красную карточку. Джаветич сравнивает счет. И на этом все. Ну, вот здесь вот равная борьба. Видно, что хотят идти и другие выиграть. Но вот сейчас посмотрим, сможет ли Спартак взять свои первые очки. Хотя и Кайзер Чифс, и Спартак все свои матчи проиграли. Проиграли. Мельдарехо Паркер сравнивает. Мне кажется, сегодня должен забить Попов. Самедов забивает. Я думал сказать про Самедова. Но вот почему-то именно Попов. Хотя Паркер делает дубль. Нужно Спартаку выигрывать этот матч. Бакетти на 84-й приносит победу для Спартака. 3-2. Очень был насценный матч. Ну что же. Ливерпуль на первой строчке. На второй Севилья на третий Спартак. Лучшим бомбардиром после первой половины является Ориджи. Четыре мяча. Потом Ганцу два. И на третьей строчке Каутинио с двумя мячами. Итак, снова Севилья, Спартак. Итак, смотрим. Васквейс забивает. Лукас Васквейс. Исента Ибора, желтая. Маурисио. Бакетти выходит из-за таски. Именно Бакетти принес победу для Спартака против Чипс. Чипс впоследствии времени делает дубль. Еще 2-0. Спартак проигрывает. И сегодня у нас еще одна игра. Кайзер Чипс и Ливерпуль. Ливерпуль 1-3. Обыграл у себя дома. Точнее 3-1. И посмотрим, как сегодня выступит Ливерпуль. Паркер снова забивает. Он забил матч против Спартака. И что это будет первая потеря для Ливерпуля? Ну что это? Нельзя дать Кайзер Чипсу выиграть. Потому что это главный соперник для Спартака в Лиге Европы будет. Когда Роберто Фермино сравнивает на 8-7 минуте. Но это потери здесь на очках для Ливерпуля. И Севилья теперь на первой строчке. После 4-х туров на 2 очка отстает Ливерпуль от Севильи. И именно 6-й тур нам все скажет, кто пройдет дальше. Чипс Севилья. Чипс показал, что можно обыгрывать Ливерпуль. Но если бы не Роберто Фермино, выиграл бы и Чипс. Виттоло забивает. И Боро получает травму. Бучхан. Нзонди делает счет 2-0. Паркер снова забивает. Это прям такой Голиадор какой-то. На его счету 2-1 счет. Давайте посмотрим. Паркер является лучшим бомбардиром. Сравнялся с Ориджи. 4 мяча. Итак, Ливерпуль. Спартак. Посмотрим, как на Энселде сыграют. Белокрасные. Сегодня Селихов на воротах. Дает шанс Массимо Каррера поиграть молодежи. Ну вот. Поплатился 2 мяча за 9 минут. Вот так вот. 25-34. Четвертая. Ну хотя бы один-то голову можно забить. Спартак. Нужно. Кариус на воротах. 3-0. Старич ставит точку. Итак. Спартак должен поддержать. Если сегодня Спартак играет в ничью, то он выходит в левую Европу. Если он сегодня проигрывает, нельзя сегодня Спартаку ни в коем случае проиграть. Ливерпуле сегодня нужна только, друзья, победа. Лучшим бомбардиром является Паркер и Ориджи. Паутинь их потихонечку догоняет. Ну смотрим. Итак. Интересно, кто сегодня выйдет в первой строчке, кто со второй. Пока что только желтые карточки. Джаветти Эйч. Под конец первого тайма забивает все-таки. 1-0. Мариана получает снова удаление. И все, друзья. Севилья выходит в первой строчке. Вот этот я не угадал. Я говорил, что Севилья выйдет со второй. Ну что же. Сейчас очень важный матч для Спартака. Нужно, друзья, выиграть. Это домашняя будет победа. И проход в левую Европу. Кацанды забивает на первой минуте. Мельгареха на седьмой сравнивает. Великолепен. Так. Перерыв прошел. 1-1 счет. Итак, друзья. Нельзя. Все, друзья. О, отлично, Попок. Я уже думал. Все. Спартак проходит в Лигу Европы, друзья. 2-2. Домашняя эта ничья все-таки приносит для Спартака победу. Очень важно для себя. Паркер стал лучшим бомбардиром. Но все равно Кайзер вылетает. Так. Тут Ориджи, Каутиньо. Лучший голкипер. Я не знаю, кто это. Это Серхио Рико из Севилья. Не играл в Испании. Это Виттол или кто? Бенгидер. Извините, что же. Ну что же. Вот так вот закончилось. Выходит Севилья и Ливерпуль, как мы и говорили. Ну что же. С вами был Андрей Хорев и канал Футболта Жизнь. До скорого, друзья. До свидания.